Добрый день, друзья! Сегодняшнее наше занятие посвящено проектному менеджменту и понятию минимальный жизнеспособный продукт. Мы обсудим, с чего вам нужно начать реализовывать вашу бизнес-модель, чтобы построить эффективную организацию. Понятие минимального жизнеспособного продукта было введено Эриком Райсом в книге «Бизнес с нуля. Метод Learn Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-моделей». Learn Startup в данном контексте можно перевести как «бережливый стартап». Так что же такое минимальный жизнеспособный продукт? Приведем несколько определений. Это ранняя версия нового продукта, позволяющая получить максимум полезной информации от потребителей при минимальных усилиях. Это быстро разработанный продукт с минимальным ключевым набором функций, подходящий для тестирования сценариев интеракции с целевой аудиторией и гипотез о покупательских потребностях. Это продукт, который имеет необходимый минимум возможностей, чтобы проверить его жизнеспособность на рынке. Минимальный жизнеспособный продукт дает возможность отказаться от дорогостоящих маркетинговых исследований и внушительных вложений в разработку конечного решения при неподтвержденности жизнеспособности идей. Таким образом, минимальный жизнеспособный продукт – это ваш первый шаг на пути реализации важной бизнес-модели. Вы создаете продукт с минимальным ключевым набором функций, продаете его первым потребителям, вашим адептам, собираете с них обратную связь об их удовлетворенности разными аспектами продукта – качеством, ценой, каналом продажи и доставки, послепродажным обслуживанием и прочими аспектами, которыми вы считаете важными. После чего дорабатываете свой продукт и свою бизнес-модель. На слайде резюмирован процесс создания минимального жизнеспособного продукта. Все начинается с разработки ранней версии продукта для тестирования идей, после чего анализируются полученные данные и формируются новые гипотезы. Разработка минимального жизнеспособного продукта, позволяющего проверить состоятельность вашей бизнес-модели, и есть тот самый проект, о котором мы будем говорить дальше. Чтобы мы с вами говорили на одном языке, дадим определение понятию «проект». Проект в переводе с латинского «выдающийся вперед» – это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, включающей ограничения по срокам, стоимости и ресурсам. Это определение из ГОСТа – системы менеджмента качества. Проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений. ГОСТ – проектный менеджмент, требования к управлению проектом. Следует отличать проект от других видов деятельности, в частности от мероприятия, программы или стратегии. В этом помогут основные признаки проекта. Первый – направленность на достижение конкретной цели. Цель проекта должна быть четкой, ясной, достижимой и измеримой. Как формулировать такие цели, мы еще поговорим в дальнейшем. Второй – ограниченность по времени, результатам, целям и ресурсам. У проекта есть четкий срок реализации и определенное количество ресурсов, которые могут быть израсходованы для достижения конкретных измеримых результатов. Третий – координированное выполнение взаимосвязанных действий. Ограниченность по времени и ресурсам требует четкого выполнения ключевых действий по реализации проекта. О том, какие инструменты помогают выстраивать и контролировать ход реализации проекта, мы поговорим чуть позже. Четвертый – уникальность и инновационность результата. Важнейший критерий, позволяющий отделить проект от других видов деятельности. Проект приносит новый, уникальный результат, которого раньше в организации не было. Но не стоит бояться понятия инновационности. Оно не обязательно означает изобретение чего-то кардинально нового и актуального для всего мира. Если ваш проект приносит новый результат именно в вашу организацию, в вашу целевую группу или местное сообщество, то он инновационный. Если вы можете делать что-то дешевле, качественнее или быстрее, чем конкуренты, это тоже означает, что результат вашего проекта инновационный. Перейдем к сути управления проектами, к рассмотрению жизненного цикла проекта. По методологии акселератора социальных проектов ChangeLab, жизненный цикл состоит из шести этапов управления проектом. По итогам каждого этапа есть четкий результат его выполнения. Первый этап – это инициация проекта. На этом этапе мы принимаем решение о реализации проекта, разрабатываем и утверждаем информационную карту проекта. Что представляет из себя данная информационная карта, мы поговорим чуть позже. Второй этап – фандрайзинг, привлечение ресурсов. Итогом выполнения этого этапа являются привлеченные для реализации проекта ресурсы. Третий этап – планирование реализации проекта. По его итогам должен быть разработан и утвержден четкий план реализации проекта, привязанный к календарному плану. Четвертый этап – реализация проекта, то есть выполнение всех запланированных действий. Пятый этап – мониторинг и контроль. Данный этап выполняется во многом параллельно с этапом реализации и включает в себя мониторинг достижения контрольных точек проекта и возможные корректирующие действия. Шестой этап – завершение проекта. Часто в азарте реализации проекта забывают о данном этапе, однако он играет ключевую роль с точки зрения документирования полученного опыта и необходимых данных для проверки успешности минимального жизнеспособного продукта и выбранной бизнес-модели. Рассмотрим чуть подробнее каждый этап. Итогом выполнения этапа инициации является информационная карта проекта. На слайде представлена информационная карта, разработанная в акселераторе Чинчилла. Она довольно универсальна и подойдет для большинства конкурса грантов, проводимых для поддержки некоммерческих проектов, но при этом уже делает акцент в сторону социального предпринимательства. Информационная карта включает в себя название и авторов проекта, краткую аннотацию проекта, срок реализации и необходимые ресурсы, описание проблематики, целевые группы, основные цели и задачи проекта, количественные и качественные показатели достижения результата, план по вехам, резюме основных исполнителей, смету расходов и шаблон бизнес-модели. Разберем некоторые ключевые блоки информационной карты проекта. В блоке проблематика описываются те социальные проблемы, которые решает проект в процессе реализации, а также актуальность этих социальных проблем. Понять, измерить и подчеркнуть актуальность социальных проблем поможет анализ материалов социологических исследований и статистических данных, материалов экспертных исследований, мониторинг СМИ, обзор высказываний представителей власти и экспертного сообщества, анализ деятельности других организаций. Для грамотной постановки целей и задач проекта существует СМАРТ-тест. Аббревиатура СМАРТ включает в себе пять критериев, которым должны соответствовать цели и задачи проекта. Это конкретность, измеримость, достижимость, выгодность и временные рамки. Если группа целей и задач вашего проекта отвечает на все данные вопросы, то они сформулированы адекватно. Следующий ключевой блок информационной карты проекта – план по вехам. Вехами называют контрольные события при реализации проекта, связанные с достижением результатов в конце фаз проекта или принятиями важных решений. Прохождение вех подразумевает сдачу промежуточных результатов и переход от одной фазы реализации проекта к другой. Следует отметить, что план по вехам – это не то же самое, что и календарный план. В плане по вехам не указываются конкретные даты, а берется определенный промежуток времени, например, день, неделя или месяц. В зависимости от продолжительности всего проекта и необходимой степени детализации, вы можете сами определить необходимый вам временной промежуток. Далее вы расписываете основные вехи проекта и оцениваете, какое количество времени на реализацию каждого из них необходимо будет уделить. С помощью плана по вехам вы можете также наглядно показать взаимосвязь между отдельными вехами, возможность параллельной или последовательной реализации различных вехов. Этот инструмент очень удобен и важен на этапе инициации проекта. В дальнейшем, когда вы уже привлечете ресурс и будет понятна дата старта реализации вашего проекта, план по вехам может быть легко привязан к календарному плану и превратиться в диаграмму Ганта, позволяющую четко контролировать этапы и сроки реализации проекта. Фандрайзинг или привлечение ресурсов – это особый вид деятельности, где в полной мере должны проявиться ваши предпринимательские способности. Как я уже говорил, социальный предприниматель в силу специфики своей деятельности изначально помещает в себя в худшие по рыночным меркам условия. Поэтому он вынужден искать инновационные пути, опираясь на все сразу – на рынок, государственные дотации, благотворительность, волонтерство, партнерские сети. Использование таких нестандартных комбинаций ресурсов необходимо, чтобы придать устойчивость предпринимательскому делу, ведь без этого невозможно решать первостепенные социальные задачи. Соответственно, социальный предприниматель должен уметь привлекать ресурсы из всех возможных источников. Мы не будем подробно останавливаться на этом этапе реализации проекта. Для этого нужно проводить отдельные занятия. Кроме этого, участники курса управления социально-предпринимательскими проектами могут принять участие в конкурсе грантов Северо-Западного института управления РНХИКС. Грантов вполне хватит на разработку минимального жизнеспособного продукта. Участие в конкурсе грантов и будет этапом фандрайзинга при реализации ваших проектов. Этапы планирования, мониторинга и контроля реализации проектов удобнее всего осуществлять в автоматизированных системах управления проектами. Сейчас на рынке представлен довольно широкий спектр систем управления проектами, в том числе предоставляемых бесплатно. Наша команда протестировала на себе несколько подобных систем и в итоге остановилась на российском облачном сервисе Bitrix24. Bitrix предоставляет полный комплект инструментов для организации работы команды, внутреннюю социальную сеть, постановку задач в рамках проектов, внутренний чат и видеозвонки, хранение и редактирование документов онлайн, календари для мероприятий и многое другое. У сервиса есть мобильное приложение, так что вы будете на связи с командой в любой момент. В рамках работы акселератора социальных проектов ChangeLab команды проектов смогут использовать для своей деятельности корпоративный портал Северо-Западного института управления РНХИКС, развернутый на облачном сервисе Bitrix24 абсолютно бесплатно. Этап завершения проекта играет ключевую роль с точки зрения документирования полученного опыта и необходимых данных для проверки успешности минимального жизнеспособного продукта и выбранной бизнес-модели. Кроме этого, если вы реализуете некоммерческий проект за счет грантов, особенно государственных, то этап составления отчетных документов и окончательных взаиморасчетов может быть для вас более важным, чем сам этап реализации проекта. Не забывайте об этом. Именно на этапе завершения проекта мы можем оценить, насколько успешным был наш минимальный жизнеспособный продукт и выбранная бизнес-модель. Если все прошло хорошо, то следующий этап – это запуск вашего собственного бизнеса. Спасибо за внимание и удачи в реализации ваших проектов! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok